Добрый день! Сейчас мы поговорим о трассировке шлангов в ребризере Ребель или о их размещении. Много лет занимаясь техническим дайвингом и обучая студентов, я заметил, что есть два вида студентов и дайверов. Одним абсолютно безразлично, в какую сторону висят их шланги, как выглядит их снаряжение, упирается ли в голову и за все цепляется. И вторые дайверы, которые пытаются сделать свое снаряжение красивым, безопасным, найти соответствующее место на шлангах, на спарке, уложить. Тем самым они повышают качество обучения, качество дайва и повышают свою безопасность. Дальнейший мой рассказ будет предназначен только для второй группы дайверов. Если вы относите себя к первой группе, то дальше можно не смотреть. Начав конструировать свой ребризер, я конструировал каждую часть, чтобы она отвечала этому принципу. И сейчас я вам покажу, что получилось. Итак, специально сконструированная плита, специально сконструированное крыло, скользящие манифольды, карнис и контрлегки позволяют нам добиться отличной трассировки. Итак, посмотрим сзади. Первое, у нас крепятся регуляторы, скользящие манифольды позволяют менять длину шлангов, но держат их всегда на своем месте. Они не летают в стороны и не двигаются, что также нам добавляет удобство при сборке, шланги никуда не нужно убирать. Наличие специального крыла и отверстий в крыле позволяет нам пропустить все шланги под крыло. Абсолютно все. Как вы видите, сверху крыла не находится ни одного шланга. Вы можете открыть интернет и посмотреть кучу ребризерных фотографий с дайверами, с ребризерами, как выглядят это в обычном варианте. Дальше. У нас есть специальные накладки на харнисе, которые служат для защиты сухого костюма. И также они служат для того, чтобы в них пропускаются шланги. То есть, даже здесь сверху вы не увидите ни одного шланга, все скрыто. Понятно, что можно так не заморачиваться и просто пропустить их под крылом, но мне все-таки хотелось, чтобы все было по возможности идеально. Дальше. На харнисе одеты резинки, которые, например, удерживают манометры на своем месте. Поэтому, когда мы будем собирать ребризер, нам не нужно будет ничего никуда заправлять. Теперь контрлегкие. Для того, чтобы не нарушить данную гармонию, в контрлегких мы изготовили специальные карманы. Было испробовано около десятка различных систем. Одни были тяжелые в сборке, другие еще по каким-то причинам не подошли, поэтому осталась такая система. Итак, я сейчас покажу вам, как это будет выглядеть в собранном состоянии. Мы защелкиваем контрлегкое, пропускаем шланг в кармашке и присоединяем его к мануальному венте. Итак, как вы видите, шланги исчезли полностью. Да, их можно видеть сбоку, но при одевании и при снимании мы не зацепимся рукой ни за один шланг. Точно так, с другой стороны. Как вы можете видеть, здесь дополнительный шланг со свитч-локом. Также может быть еще один шланг под дуба сухого костюма. Итак, подсоединяем контрлегкое, присоединяем липучку, подключаем астекс снизу. Теперь в этот же кармашек мы вставляем один шланг и второй шланг мануального поддува. И цепляем его к мануальному поддуву. Он находится на своем месте. Чтобы шланг со свитч-локом не болтался, для него предусмотрено специальное крепление на контрлегком. То есть такая маленькая деталь, но обеспечивает постоянное положение свитч-лока в одном и том же месте. То есть если он вам понадобится, то вы знаете, где вы в любой момент можете его найти. Также у нас есть специальное надежное крепление для инфлятора. Как я уже говорил, инфлятор расположен в соответствующем месте и идеально подходит для крепления. То есть если мы посмотрим, то ни в одном, ни в другом месте ничего нет. Ни одного шланга, ни спереди, ни сбоку, ни сзади. То есть мы можем совершать безопасно пещерное погружение, брек погружение и ничего дополнительно делать не нужно. Вся система продумана до начала ее изготовления. Спасибо. 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 Спасибо.